Всем привет! Сегодня хочу поговорить на тему хочу больше молока, хочу много молока или у меня мало молока. И опять же повторюсь, что единственный достоверный признак того, что у вас не хватает молока, это вес ребенка. То есть если ребенок капризничает, либо висит на груди долго, это не говорит о том, что у вас мало молока. То есть запомнили, единственный показатель достоверный это вес ребенка. Есть еще косвенные показатели, но они не такие достоверные. То есть мы на них, мы можем на них смотреть, но опираться нужно все равно на вес. Итак, если вы точно знаете, что у вас мало молока, ребенок не добирает, что нужно сделать? Есть несколько пунктов, в которых можно просто следовать и тем самым вы гораздо быстрее вернете ваше количество молока, которое сможет удовлетворить потребности ребенка. Итак, это правильное прикладывание. Здесь, пожалуйста, смотрите видео-сторис про прикладывание. Там можно всякие найти штучки, которые вы не замечали, свои ошибки, возможно, какие-то в прикладывании. Либо пишите консультанты, либо смотрите, читайте статей массы. Если хотите, напишите мне в личное сообщение, я вам отправлю ссылки, на которые можно посмотреть и понять, что не так в вашем прикладывании. И, конечно же, здесь нужно кормить. Кормить, чтобы ребенок больше кушал. То есть не нужно держать перерывы 3-3,5 часа, даже 2,5 часа. Давайте по-честному. Если у вас не хватает молока, вам нужно кормить не раз в 2 часа, а раз в час. А если вы вообще будете кормить каждые 40 минут, это будет здорово, это будет еще лучше, потому что будете стимулировать грудь, стимулировать, и организм вас поймет, что, блин, у меня кто-то прикладывается, значит, наверное, надо больше вырабатывать молока. Поэтому прикладывайте, не смотрите на рекомендацию о том, что нужно кормить раз в 2 часа, либо вообще за сутки должно быть 10-12 кормлений, 8-12 кормлений. Ребят, нет, нет, если у вас мало молока, вы должны кормить 24 раза. Ну, это так вот, каждый ребенок, конечно, индивидуален. Ночью то же самое, никаких больших перерывов. Если ребенок спит 5 часов, ну нет, у вас мало молока, вам нужно разбудить его через 2 часа, покормить. И подсунуть грудь, немножко разбудить. То есть, особенно если ребенок, да, сонный и не просыпается, то тут надо уже, ну это такой колокольчик конкретный, знаете. Далее, стимуляция груди. Если у вас не прикладывается ребенок каждый час, да, вы стимулируете грудь другими способами. Это либо сцеживание ручное, либо молокоотсос. То же самое есть в сторис у меня, который называется сцеживание. Вот, вы можете посмотреть там, как правильно делать. Кстати, а можете написать мне, я вам скину тоже достоверные источники, где написано, как вот это кормить. Также очень часто мамы считают, что у них мало молока, именно потому, что ребенок капризничает у груди. Дело в том, что причин может быть масса. И нужно разбираться именно конкретно в каждом случае, почему именно ребенок капризничает. Но здесь есть такое классное средство, как техника сжатия груди, да, это когда вы сжимаете грудь, вот буквой «С» ставите, да, и сжимаете грудь. Держите минуту, две, три, то есть, как получается, ребенок, вы приложили ребенка, идет прилив. После прилив заканчивается, и ребенок начинает возмущаться. Блин, мне так понравилось, когда прилив шел, да, все так, а теперь надо работать, надо работать, чтобы создать еще один прилив. Вот эта вот техника сжатия груди, она помогает этот прилив быстрее активировать, да. Поэтому используйте, пожалуйста, это средство, это реально очень классное средство. И оно как раз-таки тоже получается, как бы стимуляция груди, да, и вы, ну, здорово, классное средство. Еще можно использовать систему «СНС». Эта система такая тоже помощница, потому что дети, у которых недобор веса, да, их чаще всего приходится докармливать. Почему? То есть, у нас идет как? Если вы точно знаете, что у вас ребенок, у ребенка недобор веса, его нужно докормить, потому что у него, возможно, даже нет сил работать и сосать грудь. Поэтому мы сначала накормим, а потом уже занимаемся возвращением к груди, там, если, ну, например, вы выбрали бутылку, да. Однако, помните, что есть масса альтернативных способов, как можно докормить ребенка. То же самое, видео-сторис, альтернативные способы докорма. Итак, есть система «СНС», когда вы вешиваете определенную систему, либо бутылку, можете сами ее сделать, да, и от нее идет такой зондик, маленькая трубочка, которую вы прикрепляете к своему соску и прикладываете ребенка. То есть, получается, как, ребенок стимулирует грудь с сосанием, но под этим вакуумом из этой емкости вытекает еще дополнительное, например, сцеженное молоко, либо донорское молоко, либо, если вы выбрали формулу, формула, да. Так, дальше, чтобы я не забыла ничего, еще несколько вариантов, да, которые бы тоже помогли увеличить количество молока. Это убрать курение, контрацептивы оральные, а также нужно высыпаться, нормально кушать, пить жидкость. То есть, вы, наверное, заметили, что во время кормления часто очень ощущается такая жажда, да. Так вот, нужно пить, не забывать про питье, просто оставьте по всей квартире бутылки с водой, либо просите мужа, чтобы принес вам стакан с водой, да, и не забывайте, что сок, не всегда это классно. Лучше выпить стакан воды, да, иногда организму нужна именно вода, а не чай или сок, или молоко. Дальше. Следующее, это не пропускать кормление, да, мы об этом уже говорили, но вам еще расскажу. То есть, если ночью ребенок спит, разбудите его сами. Вам первое время, вам нужно кормить ребенка, вам нужно наладить лактацию. Для этого нужно самой быть, как бы, будильником для ребенка, да, не ребенок вас будет, чтобы покушать, а вы будете ребенка, чтобы покушал он. И следующее правило, которое я, в принципе, советую не только по этому вопросу мало-молока, это кормление из нескольких грудей. То есть, в одно кормление вы чередуете грудь. Приложили к этой груди, ребенок покушал, начал капризничать, возмущаться. Вы применили технику сжатия груди, он еще покушал. Если все равно он остается недоволен, если он голоден, если он не засыпает, вы перекладываете его на вторую грудь. Проделывайте точно такой же. Прилив, возмущение, сжатие груди, прилив, опять сосет, да. Если он опять недоволен, вернули обратно на эту грудь. Так может чередоваться много раз. И вы, наверное, читали уже мой пост про кластерное кормление. Это как раз вот это вот чередование. И оно тоже классно работает. Про него я расскажу еще также в YGTV. Вот главные такие наши инструменты, которые мы можем использовать для того, чтобы увеличить количество молока. Всем спасибо за внимание и пока!